Здравствуйте все! Я Елена. Здесь мы рисуем акварельные скетчи. В прошлом выпуске я показала вам, как на примере уютного уголка китайской деревни можно нарисовать небольшой архитектурный сюжет, опираясь на принципы линейной перспективы. Но до покраски сюжета не дошло. В этот раз я выполняю обещание. И вы увидите, как можно покрасить этот интересный этнический сюжет акварелью. Итак, смотрим! На пару мгновений вернемся в ту старую китайскую деревню, где висит красный фонарь. Сюжет, запечатленный в прошлом ролике, я буду красить с помощью небольшого набора акварельных красок. Перед покраской неба обозначу на нем простым карандашом места для белых облаков и смочу небо чистой водой. При работе с акварелью удобно иметь под рукой бумажные полотенца, которые помогают убирать лишнюю влагу с бумаги и с кисточек. Для удобства рисования бумагу лучше зафиксировать. Для покраски синего неба использую ультрамарин, который наношу на увлажненную бумагу. Такой способ покраски называется по-мокрому. Краска растекается по бумаге без резких границ, акварельно. Чисто отжатой в салфетке кисточкой можно снимать излишки влаги и краски с бумаги там, где это нужно. Сами облака просто оставляю незакрашенными. Ведь бумага белая, а это и есть цвет облаков. Чистой влажной кисточкой размываю облачные границы для большей схожести с реальностью. В вышине небо более яркое, поэтому я добавляю ультрамарин в верхней части рисунка. Излишки краски забираю отжатой кисточкой и размываю резкие границы. Скетч в какой-то мере сродни иллюстрации, поэтому на своем рисунке деревянную крышу дома я решила покрасить более выразительно. Начинаю с теплой охры, которой покрываю всю крышу с помощью белой кисточки номер 4. А вот сейчас я заменю ее на кисточку меньшего размера, номер 3, для выполнения более тонкой работы. С помощью жены умбры и сепии постараюсь передать ощущение деревянной фактуры крыши. Сначала жены умбры покрашу ее светло-коричневые участки так, как я это вижу на своей фотографии. В скетче нет цели точно скопировать увиденное. Главное отразить настроение момента. Кроме того, разные люди одно и то же видят не совсем одинаково. Я крашу крышу так, как позволяет мое зрение и мое воображение. Резкие границы разных цветов сразу размываю чистой влажной кисточкой. Это надо делать быстро, пока краски не высохли. Добавляю в работу темно-коричневую сепию для покраски самых темных участков крыши. Не забываю размывать резкие границы разных красок для достижения мягкого акварельного эффекта. Традиционные китайские крыши это весьма сложные архитектурные конструкции, состоящие из множества мелких деталей. Мне хочется покрасить крышу так, чтобы не закопаться в мелких деталях и одновременно передать ее национальный колорит. Поэтому я все-таки уделю ее покраске некоторое время. Обращаю ваше внимание, что снятие чистой отжатой кисточкой излишков краски это такой же рабочий прием, как ее нанесение. Сначала наносим краску, а затем ее снимаем, если это важно, для достижения желаемого визуального эффекта. Сейчас я работаю кисточкой номер 3. Ее тонкий кончик идеально подходит для прорисовки мелких элементов. На этом конкретном примере видно, что фактуру деревянной конструкции можно выразить на бумаге тремя пигментами. Охрой, женой умрой и сепей. Охра для самых светлых участков, женая умра для мест свеслокоричневых оттенков, сепи для самых темных участков деревянной крыши. А тем временем, пока мы с вами общаемся, наблюдая за покраской крыши, она стала походить на настоящую. Вот вам и секрет передачи объема конструкции на плоскости бумаги. Комбинируя светлые и темные пятна, где-то высветляя, а где-то наоборот затемняя разные места, можно достигнуть такого эффекта реальности. Бумага, на которой я рисую сейчас, содержит 25% хлопка. Это оптимальный вариант цены и качества для начинающих художников. На ней хорошо растекается краска, но она достаточно быстро сохнет. Поэтому резкие границы я стараюсь размывать сразу же, после нанесения краски, пока бумага не высохла. Кстати, чем больше хлопка в бумаге, тем она сохнет дольше, что удобно для более комфортного рисования. Но такая бумага стоит существенно дороже. Добавлю насыщенности в самые темные участки крыши, потому что по мере высыхания бумаги акварельной краски светлеют. Это надо всегда иметь в виду. Этими же тремя оттенками покажу самые темные кирпичи под крышей за фонариком. Наношу краску, размываю границы и затемняю межкирпичные швы. Наступил долгожданный момент покраски красного фонарика. Алая краска из моей палитры идеально соответствует его цвету. Верхнюю часть фонарика, выцветшую на солнце, крашу разбавленным тоном этой краски. Простым карандашом я нарисовала иероглифы, чтобы их не закрасить. Нижнюю часть крашу насыщенным тоном алой краски. Работаю кисточкой номер 3. Ее тонкий кончик позволяет аккуратно обходить иероглифы. Правая сторона фонарика более темная, поэтому я добавляю в рабочую смесь бордовую краску. Этим же темным тоном крашу самую нижнюю часть фонарика. Размываю чистой влажной кисточкой резкие границы. Чистой отжатой в салфетке кисточкой снимаю краску с каркасных ребер фонарика, чтобы их выделить. Холодным оттенком покажу теневые участки вдоль каркасных ребер. Добавив в рабочую смесь больше ультрамарина, получаю фиолетовый тон для выделения самых теневых мест на фонарике. Чистым алым цветом крашу бахрому и сразу же наношу холодный фиолетовый тон в ее теневые места. Такая покраска по мокрому дает мягкий акварельный эффект. Этим же холодным фиолетовым тоном крашу дальние фонарики, так как они находятся практически в тени крыши. На правых боках фонариков оставляю незакрашенные участки. Их потом крашу алой краской. Обязательно несколько раз во время рисования нужно менять воду, чтобы не грязнить пигменты красок, которыми пользуемся. Каменную фактуру стен дома я вижу в серовато-бежевой гамме. Близкий оттенок можно получить смешением разбавленных охры и ультрамарина. Больше охры и меньше ультрамарина. Сначала покрою этим оттенком все стены и мостики разом. Некоторые кирпичи имеют теплый рыжеватый оттенок, который хорошо передает ржженая сиена. Отжатой кисточкой снимаю краску с выступающих поверхностей кирпичей. Так можно показать на плоской бумаге их рельеф. Кирпичная кладка по цвету неоднородна. Подмешивая в рабочую смесь ультрамарин, получаю подходящий тон для темно-серых кирпичей. Для покраски коричневых кирпичей добавляю смесь больше жженой кумбры. Рисую от пятна, примерно. У меня нет цели скопировать фактуру каменной стены, но хочется донести до зрителя общее ощущение ее кирпичности. Межкирпичные швы покажу максимально темным тоном смеси. Это визуально выводит на передний план слегка выступающие стены кирпичной поверхности. Практически черной смеси ультрамарина и сепии углубляю межкирпичные швы и точками показываю неровную фактуру каменной кладки. Отжатой кисточкой забираю лишнюю краску и размываю границы для более плавных переходов цвета. Я нечаянно пропустила фрагмент рисования цоколя дома, который покрасила жженой сиеной и умброй. Черным оттенком покрашены оконные дверные проемы. Металлические ободки фонариков рисую разбавленным черным тоном и оставляю незакрашенными блики света. Это создает иллюзию металлического круглого ободка. Затемняю кольца фонариков на дальнем плане. Серокоричневой смесью крашу мостики, снимая отжатой кисточкой краску с освещенных поверхностей. Черной смесью сепии с ультрамарином подчеркну самые темные места на цоколе дома и кирпичной кладке. Жженой умброй докрашиваю самые нижние камни цоколя. Смачиваю чистой водой область дальней горы и зелени справа, готовясь рисовать по мокрому. Горы вдали имеют более холодный оттенок, поэтому я смешиваю ультрамарин с травяной зеленой. Полученным оттенком рисую дальние горы. Размываю верхнюю границу гор. Добавив в рабочую сине-зеленую смесь желтый кадмий, получаю светло-зеленый оттенок для растительности, расположенной за дальними деревенскими постройками. На цветовом круге в левой части экрана видно, что зеленые оттенки можно получить, смешивая синий и желтые цвета. Зелень, расположенная ближе к нам, более яркая, поэтому я крашу ее более насыщенным зеленым оттенком. Кроны деревьев рисую касательными движениями боковой части кисточки, обильно взяв в нее краску. Сейчас в моей руке кисточка номер 4. Больше травяной зеленой краски использую для самых темных участков растительности за постройками. Отжатой кисточкой снимаю излишки краски. Этим же темно-зеленым тоном, постукивающими движениями кончика кисточки, изображаю листву в самых общих чертах, как вижу на своей фотографии. Еще более темно-зеленой краски наношу на места под деревьями, они самые затененные. Этим же тоном покажу береговую линию речки, протекающей справа. Добавляю к охре ультрамарин и этой разбавленной смесью крашу каменные строения вдали и крышу храма. Подмешиваю жженую умбру, чтобы покрасить забор из камней за дорогой. Добавляю в рабочую смесь немного ультрамарина и полученным темно-серым оттенком оттеняю каменную фактуру дальних крыш и забора. Для самых темных мест добавляю в смесь ультрамарин. Колонны буддийского храма крашу теплым тоном жженой сиены. Акварельные краски по мере подсыхания бумаги светлеют, поэтому я еще раз оттеню некоторые участки растительности. Затеки краски всегда можно снять кончиком отжатой кисточки. Практически черным тоном смеси сепи и ультрамарина покажу глубину пространства в храме между колоннами и затемню линию земли вдоль забора. Разбавленным ультрамарином показываю отражение неба в воде окружного канала. Чтобы показать самые темные места в нижней части домов и их отражение в воде, опять прибегну к смешению сепи с ультрамарином. Беличей кисточкой номер 3 закрашиваю такие места. Отражение предметов в колеблющейся воде на рисунке можно показать горизонтальными линиями разной длины. Вода подвижная и пока мы ее пытаемся нарисовать, она в каждое мгновение меняет состояние своей поверхности. Тем не менее, такой прием помогает перенести ощущение подвижной воды на бумагу. Нам осталось покрасить дорогу, выложенную камнями. Начну с охры с примесью ультрамарина. Пока дорога подсыхает, сженой умброй крашу ступеньки справа. Холодноватым серо-голубым тоном начинаю красить каменную дорогу издалека. Снимаю отжатой кисточкой краску самых освещенных поверхностей камней на переднем плане, чтобы они казались выпуклыми. Из-за влажности ближе к воде, грунт между камнями имеет зеленоватый оттенок, который я получаю, добавив в смесь зеленую травяную и жженую умбру. Этим оттенком закрашиваю пространство между камнями дороги. Темно-коричневый сепий прорисую грунт вдоль крупных камней, выложенных посередине дороги и между камнями на переднем плане. Таким образом камни как бы немного выступают из грунта. Практически черным тоном подчеркну самые темные участки ландшафта. Край дороги, ступеньки, береговую линию речки. Добавлю отражение деревьев в ней. В сепии разной насыщенности рисую стволы и ветви деревьев. Еще раз подчеркну самые темные места между камнями дороги, чтобы передать ощущение ее каменистой неровности. Усилию рельеф каменной кладки в цокольной части дома у самой воды. Беру белую гелевую ручку, чтобы расставить акценты на самых освещенных или бликующих местах объектов рисунка. Начинаю с металлического держателя фонарика, которым он крепится к крыше. Показываю блики на верхнем кольце, на каркасе и на нижнем кольце фонарика. Перехожу к дальним фонарикам и крыше храма. Вижу на фотографии электрические провода, которые обеспечивают питание дому и фонарику в том числе. Их надо нарисовать, иначе он не будет вечером светиться. Сделаю более выразительными каркасные ребра в нижней части фонарика и линию крыши храма. Белой гелевой ручкой покажу блики на воде. Черным линером подпишу рисунок. Два китайских иероглифа, означающих старую деревню, рисую просто так, для колоритности сюжета. А на английском языке подписываю рисунки по давней привычке путешествующего скетчера. Подпись автора обязательно. Если это видео было вам интересно, пожалуйста, поставьте ему лайк и перешлите друзьям. Это поможет ему попасть в рекомендации ютуба и поддержит мои усилия. Потому что я все для вас сделаю сама. Благодарю за просмотр. На сегодня все. С вами была Елена. Пока.